Музыка Идем гулять по городу Фридрихан Идем гулять в русскую деревню Очень давно хотелось сюда приехать Все не находилось времени Вот, время нашлось 17 августа 2017 года 17.17, магические цифры Мы идем гулять в деревню Александровку Самую русскую деревню в сердце Германии Чтобы сильно не расслабляться Мы в Германии, деревья все промечены Ну что ж, вступаем На самую русскую территорию В самой немецкой Германии Так, названия здесь должны быть интересные Александровка Русская православная церковь Парк Сан-Суси Это в другую сторону А нам сюда, в Александровку В сторону русской православной церкви Ну что ж, первая изба Первый тут жил Федор Фокин А затем уже Дивер Вильхельм И Адольф Эберт Ну, живущие здесь немцы Обязаны сохранять внешний вид Все убранство Так, как они себе представляют Россию Вот это некая настоящая Россия Наверное, представление немцев, что ли Или в нашем представлении, не знаю Ну вот, это выглядит вот таким образом Русише колония Александровка 1726 год Ну, скажем так Я бы не сказал, что сильно она молодая Ну, собственно, с этого здания начинается И вся русская колония Вот здесь такой восьмерка Как бы вот на этой территории она располагается Сады, поля, какие-то еще строения Где-то есть музеи Где можно зайти посмотреть Как внутри дома выглядят Поэтому начинается наше путешествие По русской колонии Александровки в Потсдаме Ну, первая русскость Покосившиеся ворота Но зато они есть И аккуратные И вот там Потомок, возможно Хотя нет, это, наверное, просто рабочий Кстати, здесь не живет потомков Тут два или три потомка живут Остальные просто немцы Которые так или иначе любят Русишен культуришен Приобретают тут дома Ну и место такое забавное Видимо, их тоже это увлекает И здесь они Жив второй дом На нашем пути Закрытый двор Окна со ставнями Василий Шишков Здесь проживал Василий Шишков А теперь проживает Георгий Шишков А, Георгий Шишков Вот, потомок Вот, вот, вот Здесь остался жить потомок Здесь же проживал Николай Шишков Потом был, видимо, период какой-то нейтральный И опять потомок поселился Ну, уже, наверное, теперь А, нет, виноват Нет Ханс Шишков И Харс Шишков Вот еще одно поколение Шишковых сменилось Шишковые Шишковые Вот здесь проживает Шишков Слушайте, как-то все в деревню вернулся, кстати Сейчас сестра ездила в деревню Откуда у нас матушка И вот прям ощущения такие Что вот Она там каких-то родственников нашла В общем, такое ощущение, что Как бы мы тоже приехали в деревню к родственникам И узнаем, что наши родственники Шишковы До сих пор здесь Правда, нихт шпрейх трусич Зато отлично шпрейх дойч Кстати, конструктивно Придраться не к чему Рублено в лапу Все четко Только крыша немножко выдает Видите, она тут сланцем сделана А в русском варианте должна была быть дранка А так вообще все очень здорово Кстати, это даже не пятистен Ну, пятистенок, наверное, да, все-таки Наверное, пятистенок Хотя, может быть, это и изба прерубы Не знаю Нет, это изба, да Это не пятистенок Но сделано здорово Вот тот самый камень, у которого Всегда останавливается Витязь на коне И читает Налево пойдешь, направо пойдешь Гиколония Александровка Ну, король Вильгельм Третья Фридрих Вильгельм Третий Ну, короче, царь Александр Первый ему подарил Ну, это вот Фридрих Третий Это уже сын Фридриха Короля Солдата И вот схема Александровки Александровки Я напомню, это был хор Который Александр Первый подарил своему Так сказать, коллеге Фридриху Вильгельму Третьему Тот был большой любитель русской музыки И вообще русиш стайла Из БАМ Крестьянин Сородника Из Александра Тушка прям русская Но с поводочком Так, а здесь Что-то происходит Может, это музей Как-то здесь нас приветствовали Сказали, говорим, так И вообще тут забавно Возможно, это музей и есть Попробуем с этим подразобраться Ну, сейчас сначала прогуляемся А потом зайдем в фолькс-музеем О, кстати, схематическое изображение хора Видимо Светит месяц, светит ясный Светит дыная луна Вот здесь какие-то еще картины Военные с коровами Это что-то такое На мотивы русских сказок Солдат с кашей с топора Вот, кстати, еще признак того Что это русишин деревня Катка, обратите внимание Да, это не бочка Это катка Катка, которая должна быть Полна соленых огурцов Вот это самоустройство Какое-то забавное Для нее что-то ее перевозить Может, это соленые огурцы В разнос продавали Или в раскат Не знаю Но это катка Это не бочка Не знаю, были ли у нее в катке Или не было Может, тоже были катки 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 Смотрите, как тонко Автомобиль колонии Александровка И у нее даже номер у него С надписью России На подшете То есть вообще Очень александровка И это, похоже, ресторанчик Очень сильно смахивает на ресторан А там мудрая сова Ну, все, по правилам Должна быть мудрая сова Баба-яга И так далее Александр, ресторан Сок из лесных ягод с мороженым Салат в винегре Закуска мясная Десерты Окрошка Окрошка И московские орешки Интересно, где московские орешки Вино щепучие В общем, короче, на все зайти Сегодня у нас будет он работать Сегодня у нас Митак Митак Нет, не Митак, да Митак Май, октябрь, апрель, декабрь Не понимаем Ну, с понедельника по пятницу А, да С 11.30 Зайдем, но не на велосипеде И без собачки Вез собачку сюда Хлост закрыто Бешло, смотрите, Александровка В 99-м году вошла в осаде ЮНЕСКО Вот здесь вот Жил Фельфебель А в остальных 19-ти дома Жили русские солдаты, певцы О как Здесь музей располагается И кафе При музее Ну, сейчас, похоже, еще рано О, Александр первый наш Барабан Кружка И кусочек хлеба Что это значит, интересно? Возможно, так встречали Хлебом с солью Александр Так, ну здесь дом ремонтируется Ну, понятно Давно дом стоит Надо и ремонт делать Интересно, типовой достаточно дом Двухэтажный дом И служба И двор Такой в русском стиле Дом в русском стиле Это музей Сюда мы зайдем чуть позже Но зайдем В русской деревне Есть автобус Мерседес Офигенство Очередной дом Кстати, видимо По ранжиру Певцам Строились разные Все-таки дома Вот здесь Второй одноэтажный дом Который мы видим Дом одноэтажный А, ну, со светелкой наверху И как-то у него состояние такое Не особо Не особо Не особо И почему-то красная звезда в окне Интересно Дом, видимо, подзаброшенный И вот, кстати Я обратил еще внимание Что Вот это блокхаус Это не бревно Видите, все-таки В фоферковом стиле Был выстроен Хозяйственная постройка Вот И был тут блокхаус Обшито Покосившиеся ворота И тут как-то немножко Некий элемент запустения Мы видим Все равно тут Тот живет Явно Кто-то тут есть И трогательный Китайский замочек На дверях Потому что Никуда не денешься Порядок Должен быть порядок Еще, кстати, одна особенность На завесах нет На окнах Видимо Такие традиции здесь местные Что нечего От людей прятаться Правда, вот собачка есть Во дворе Добрая собака Залижет нас Вокруг здесь фруктовые сады Вокруг домов Тоже были По приказу Фридриха Посаженные И вот даже мы видим Яблоню Из них, наверное, гнали Яблоневку Ну, чтобы лучше пелось Вид сбоку на здание Видите, службы Сбоку находят Этот сарай Мы теперь знаем Что он по фрерку Технологии сделан А из Барубленная Хозяйство в сарай велось Какое-то Вот смотрите Этому Этой колонии Почти что 200 лет Да И что характерно Немцы ее сохранили Вот несмотря на все Те перипетии Которые были Войны Неск войн После этого произошли Разные события Там смена власти Приходит режимов А они соберегли ее Эту русскую колонию А у нас Мы ездили Под Саратов Смотреть Немецкие колонии Очень было интересно В свое время понять 90 Очень меня эта тема увлекла Мы хотели найти Немецкие колонии Колонистов Которые Переезжали на Волгу И ничего не нашли То есть Возможно Мы даже это и нашли Но не поняли То есть там не было Таких немецких домов Вот в стиле В немецком Там были уже Какие-то Вот такие достаточно Избы А приятно Аккуратные Но избы И Не удалось Сохранить немецкие колонии Хотя конечно Был шанс у нас Сохранить немецкие колонии У нас бы сейчас на Волге Были бы немецкие поселения В общем-то Это было наверное Тоже неплохо Какой кусочек Германии Вот внутри России Но мы сейчас Включим представление Как в 19 веке Выглядели Русские традиции Наверное Да можно себе сказать Что вот Какие наличники Уже были Резные На окнах Были вот такие вот Закомарники Симпатичные Ставни на окнах Все-таки Я уверен Что за основу Тобралась Архитектура Российской Того периода Выполнена еще И с немецкой тщательностью У нас же можно Кое-что увидеть Во всяких Исторических парках Которые сейчас Создаются И есть А здесь еще И с немецкой тщательностью Выполнена То есть вот Русская архитектура 19 века Такая крестьянская Кстати Первые занавески Которые мы тут Нашли Интересно И какие-то там Типа куклы Александр Сергеевич Пушкин Бабушка в окошке Матрошка Итак Мы в музее Музей небольшой Просили головами От притолки Не биться Там видимо Русские потомки Здесь живущие О! Даман от Хэрн Почему бы Кстати Вот музей С ходным билетом Купить его можно В кассе напротив Заходим Ага Тут фахверк А дома-то Похоже фахверка Они похоже Не бревенчатые В общем Пока не совсем Понимаю Как Но Вот этот дом С 2000 года Изучается Его Расчистили И После жильцов И попробовали Восстановить То как он должен был Выглядеть изначально Вот это судя по всему Кухня Это не русская печка А вот самовар русский У меня такой был У бабушки В деревне Это я точно помню А деревенских Наблез нарезали Ну Лапти У меня такие тоже есть От прадеда Храню Как и ликвы Так что Мы все-таки В русском доме Интересно тут название Значит Лапти Называется Басшуя Опа Так Самовар Самовар Это прялка Прялка Десятая Спиннокер Ватеркенкель Митно Прялка Длинным словом Называется Так Вот эти домики Все-таки Это Для солдат Строились И внутри дом Дом на самом деле Построен по принципу Вахверк И облицован Деревом То есть он Построен был экономически Он не рубленный Я ошибался Он не был рубленным Он был имитацией Избы Какие затворы Интересные То есть дома Оформленные В виде И внутри Представят с собой Немецкие дома Вот этот дом был Восстановлен В первоначальном виде Ага Так Вот план деревни Мы находимся сейчас В доме номер два Дом номер один Был дом Уфисхебеля Немецкую Которую он Отзирал Всего двенадцать домов Между ними Тропинки И на горе Находится Русская Православная Церковь Вот она Рубленная Настоящая Русская церковь Одна Имитация Да Вот конструкция Дома Фахверк И обшит Он был Обшит Блокхаус То есть Это имитация Избы Ну Что есть То есть По крайней мере Архитектурно Хотя бы Похоже Скорее всего Печка для отопления Типа Гаванка В русских Печей Здесь не было Так что Это не Хлимитация Продолжаем Наше путешествие По Александровке Вот мы Уже Выяснили Что Вот этот Затес Это Имитация Имитация Рубленная Изба Не рубленная Это Фахверк Но Сделан Яблоков А Николай Яблоков Вот здесь Тоже Живет Человек По фамилии Яблоков То есть Это Потомок 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 Первого Солдата И Александр Анисимов А И вот Анисимов Тоже Здесь Живет То есть Мы Видели Три дома С подписями Это Те Кто Здесь Были изначально Их потомки Александр Анисимов Это были их потомки Здесь проживают Правда То ли Анисимов То ли Яблоков Уже умер Ну Что-то Осталось Здесь Немножко Было Достроено Хозяйственный дом Прелетили В домик И во время ГДР Заселяли Жители И хозяям Приходилось Переселяться В такой домик Возможно Здесь Они и жили Видите Из хозяйственной Постройки Сделан Маленький Домик С печкой А после Того Как вернули Территорию Германии Ну ФРГ В смысле По реституции Часть домов Удалось Вернуть Владельцам Вот В частности Два Вот этих домов И есть Что ж Настал вечер И мы Вернулись В колонию Александровку В ресторан Русский ресторан Из немецкой земли Пойдем Отведаем Что-нибудь Заходим Ну В велосипеде Без хундов Заходим В ресторан Ребята Тут все По-русски Яйца По-русски Яйца С печенью Террицкие Черной икрой Обалдеть А я пожалуйста Селедочки Попробую Немецкой Мы сейчас Поели Селедочки Вот сейчас Узнаем Какая она Тут В русском ресторанчике Селедочка Запах хороший И в картинке Симпатичный Русский шоколад С водкой Они что Думают Что мы на завтрак Водку Типа Интересно Овсяное печенье Пудинг Рис молочный Слезет Должно было быть Чай Из самовара Черный О как Чай на травах Мята Ромашка Цветок Липа Шалфей Ребята Я буду пить Балтику Нет Я буду пить Жигулевское пиво Потому что В русском ресторане Надо пить Либо Жигулевское Либо Балтику Либо березовый сок С мякотью Вот мякоть Вообще прикольно На самом деле Ладно Съездим в Германию Чтобы попить Жигулевское Или Балтики Даже интересно Интересно Жигулевское Балтика А ну да Завы то тоже Петербург Россия Ну понятно Все таки Это все таки Какой-то импортный вариант Водка По немецки Вот водки Подается Такую Конопышечка С сальцем Ну это По-казацки Типа Водка Холодная И заказал Еще селедочку С лимончиками Немножко хлебушка Да Кстати Про Балтику Похоже Варит его Варит И все таки В Гамбурге Вот здесь Фонд Балтика Дойчен ГМБХ Не знаю Но пиво Очень приличное Чисто русское застолье Эх Вольга Вольга Мутер Вольга 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 Решенфлюс На здоровье Эй В кадр В кадр вошла Инесса Нельзя фотографировать еду Бестроганов В немецком варианте Бестроганов Граф Строганов Дэйв С грибочками Цвет Немножко необычный Рюмочка водочки И канапешка Но это Традиционная немецкая закуска Они так себе представляют Россию Свободную нашу державу Пиво Жигулевское Ребята И стакан Чай из самовара Между прочим Запах другой Но кто пил Меня поймет Это восхитительно Пью чай из самовара В самой русской деревне Германии В Александровке Я уже про это рассказывал Стакан гранюных Подстаканник Это неправильно Но видимо другого Тут просто нет Но то что он Уже подстаканник Это уже здорово И запах Запах настоящего Чай из самовара Сейчас попробую Попробую Расскажу Что получилось Ммм Шикарно Настоящий чай Из самовара Прямая трансляция Деревня Александровка Из Потсдума До новых встреч Прешивство Продолжается Собственно говоря До новых встреч Завтра Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»